В Приморской государственной картинной галереи открылась выставка Валентин Серов из собраний музеев России, посвященная памятной дате – 110-летию со дня смерти художника. В пятницу 3 декабря состоялась пресс-конференция с участием представителей ведущих музеев страны, которые стали партнерами выставки. Для меня это самая крайняя восточная точка, где я побывала. Я до этого дальше в Красноярске не бывала. Мне это такой интересный опыт. В первую очередь я бы хотела поблагодарить Приморской картинной галерею за возможность участвовать в таком интересном проекте, за приглашение принять, тоже здесь быть своими работами. Впервые столь масштабная выставка организована вне обеих российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Так, во Владивостоке экспонируется около 60 живописных и графических работ выдающегося отечественного художника. Представлены произведения и собрания ведущих музеев страны – Государственного русского музея, Приморской картинной галереи, Омского областного музея изобразительных искусств и Пермской художественной галереи. Транспортировка картин – ответственное дело, но все работы дошли в целости. Современные материалы и современный автотранспорт позволяют осуществлять транспортировку произведений практически уже при любой погоде. В каждом автотранспорте обязательно работает постоянный климат-контроль, температура и влажность поддерживаются в установленном режиме. При упаковке произведений в ящике соблюдаются требования реставраторов. Реставраторы обязательно контролируют процесс, выбирают материалы упаковки. Так что здесь все находится под строгим контролем. Выставка «Валентин Серов» и собрание музеев России многопланово, как и само творчество мастера. Несмотря на короткую линию жизни, линия творчества воплотила в себе все основные художественные направления конца 19-го – начала 20-го века. Мы когда разговаривали с Владимиром, он сказал, что у них два или три варианта экспозиции. Тут было, я говорю, это очень мало. То есть это можно сказать, что достаточно быстро договорились, как будет выглядеть. Выставка продолжит работу до 13 марта 2022 года. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.